Привет новым подписчикам, привет случайно заглянувшим. Сегодня вопрос об умывании. Поговорим немножко о теории, то, что мы используем, какие типы средств для умывания бывают, что я использую. Потому что я показываю дневные и ночные уходы в Инстаграм, а потом такие вопросы, Юль, ну как вот до этого, вы как очищали кожу? Ведь показываете разные средства, а что из этого используете? Снова подчеркну это, что давайте не будем обращать внимание на бренд, давайте будем смотреть, может быть, больше на тип средства. Потому что средства будут появляться, они будут совершенствоваться. И вне зависимости от того бренда, который я вам сегодня покажу, главное обратить внимание на тип средства. И давайте начнем с очищения первого этапа. Я использую два этапа очищения. Первое это что-то гидрофильное. Это гидрофильный бальзам, это гидрофильное масло, это какой-то демакияж, крем, бальзам, гель, масло. Главное, чтобы это было что-то гидрофильное и масляное. Потому что жир растворяет жир. Лучше всего растворить жир на вашем лице. Ваш санскрин, ваш макияж вам поможет масло. И здесь важная история, которую мы с вами вместе открыли в инстаграм. Одна девушка написала, что перестав пользоваться макияжем и санскрином, смывать нечего, перешла на один этап умывания без гидрофильного масла. И кожа очень сильно испортилась. То есть вы должны понимать, что гидрофильное масло, гидрофильный бальзам, еще какое-то жирное такое средство для удаления макияжа, это то, что растворяет жир на лице. Если вы вдруг заметили, что черных точек стало больше, какие-то воспаления, еще что-то, очень-очень вероятно, что надо добавить очищением. Какие еще признаки могут быть? Ну вот, например, вот здесь, если вдруг у вас появляются какие-то прыщи или воспаления, ну, что-то там, черные точки, закупоренные поры. Это не всегда как прыщ выглядит, а иногда просто какое-то нечто такое кругленькое там внутри в поре. То есть кожа уже не гладкая, понятно, что что-то есть, но это не воспаление, это не какое-то такое красное или болезненное что-то. Вот очень часто мы, когда умываемся, вот так вот сплэш, сплэш, вот здесь вот остается то, что не умыто до конца. Это скапливается, потом сверху уход, потом опять не до конца смыли, и в какой-то прекрасный момент вы там вот что-то прекрасное такое увидите. Шея точно так же. Ухода для шеи может быть слишком много. Если вы используете то же самое, что и для лица, а специальных средств для шеи более легких у вас нет. То есть включите умывание чем-то гидрофильным. А у меня точно так же для век есть еще ультрабленд. Я его 10 тысяч раз показывала, и он далеко не всем заходит, но просто как такое отхождение момент, что вот такие вещи использовать на веках не все могут. Это не всегда комфортно. Но тут очень важно то, что позволит растворить ваш макияж, при этом долго не тереть, не снимать это ватой, а изначально хорошенько растворить, чтобы это само очень легко уходило. Вот можно, в принципе, и такого типа гидрофильные штуки использовать. Я здесь, ну давайте один пример какой-то покажу для тех, кто, ну вдруг, вдруг вот вы никогда не видели, вообще не знаете, что это такое. Вот разные бренды, разные производители. Здесь корейская, банила, и список всех средств будет внизу. Вы сможете понять, что из этого гидрофильное масло, посмотреть там на картинку, на название. Я же в большей степени, опять же повторюсь, говорю о типах средств. Итак, первый этап умывания. Раз мы заговорили уже о демакияже век, мне очень сильно помогают вот такие штуки. Вот это работает чуть поагрессивнее, чем вот это. Это Глав, это Хейло. Действительно, вот как-то помягче, и после того, как я растворила все, что у меня было на веках, с помощью какого-то гидрофильного масла моего ультрабленда, и то, что вот вам нравится, я просто это убираю. Очень хорошо очищает все. Это нежно, это мягко, это многоразовое использование. Можно стирать. Для лица тоже иногда использую. Салфетки вы у меня видели в предыдущих видео. Я не буду на этом останавливаться. Сейчас я использую гораздо меньше. Почему? Во-первых, потому что появились новые средства. Раньше гель для умывания были просто ужасные. Практически все. То есть это было редкое какое-то средство, которое бы не стирало все у вас с лица, не смывало бы весь ваш защитный барьер до вот такой вот сухости и до скрипа. Как раньше это любили. И кто-то даже мылом умывался обыкновенным. Сейчас, конечно, мы уже в другой эре. И после того, как мы убираем что-то гидрофильное, мы переходим к бальзамам. Но здесь вот мы больше поговорили о демакияже. Есть еще такие очищающие бальзамы, вроде бальзама Элемис, например. Тоже очень люблю его. Давайте покажу. Это более такое что-то маслянистое. Просто вот как будто масло. Но это бальзам тоже гидрофильный. То есть вы его наносите, он растворяет для вас всю грязь, ваш санскрин, для которого действительно нужно тоже использовать хотя бы двойное умывание. Даже если вы, ну как-то вообще вот вам не заходит эта история с маслами. Хотя пересмотрите свое отношение. Они есть разные. Я даже показываю не все, что у меня сейчас есть. Просто показываю типа средств. Они могут быть жидкие. Это просто как жидкое масло, которое превращается в пенку. И такие бальзамы, которые вы видели уже вот здесь. И дальше мы просто смачиваем это водой и убираем. Так, переходим уже к умыванию непосредственно. И быстро только покажу, что есть еще вот такая история. Это можно использовать как первый этап и как второй. Но здесь вот как второй этап использовать его выгоднее, потому что это и уход, еще в принципе дополнительное очищение, с грязями из Венгерского озера, где-то под Будапештом. Также минералы, масла. Здесь масло абрикоса. Это не очень гуманно использовать и для первого, и для второго этапа. Но если вам финансы позволяют, в принципе, создательница бренда используется даже на веках. Я бы не стала. Это, мне кажется, слишком агрессивно. И вот еще хотела один показать. Крем. Чтобы вы просто знали, что есть еще тип средства для очищения. Крем. Это тоже может быть и первым и вторым этапом. Особенно, если у вас кожа нежная, если у вас кожа возрастная, если она очень сухая, если она там как вот пергамент или она невероятно чувствительная. После каждого умывания вы чувствуете, что что-то не так. На самом деле, я очень много показывала бальзамов, такого хорошего качества, которые не просто растворяют макияж. Как вот все корейское, что о чем говорим, да, это для растворения макияжа и для удаления грязи. Ну, также еще до бодишоп есть такой же демакияжный. Бальзам. Клиникты. The Day Off. Подобного рода. Это все-таки все первый этап. То, что может быть и первым, и вторым этапом. То, что может быть даже лучше оставить для второго этапа. Это более дорогие. Вот если мы будем брать цену. Масляные бальзамы. Это какие-то кремы. Это то, где масло не просто такое очень легкое, гидрофильно растворяющее. Это там, где нужно будет обязательно убирать остатки масла. Не переживайте, что масло остается. Для ряда типов кожи это очень позитивный момент. И когда не было более адекватного очищения, я сама использовала вот такие вещи. И при своей комбинированной коже. То есть, если кожа у вас очень грязная, чувствительная, она балует вас воспалениями, тоже не списывайте от со счетов. Все. Мне кажется, что я достаточно уделила этому времени. Только покажу, что это действительно просто настоящий крем. Мы это наносим вот так. Мы это распределяем. И потом мы это убираем влажной салфеткой. Влажные салфетки, опять же, есть в ряде брендов. Все, кто продает. Такие средства имеют также разные салфетки. Я больше всего люблю салфетки, которые похожи вот на такие махровые полотенчики. С одной стороны. И с другой стороны. Это муслин. Но я стала использовать их довольно редко. Дальше после первого этапа у нас наступает этап второй. Здесь чаще всего у меня просто какое-то гелевое средство для умывания. Это может быть какая-то пенка корейская, которую я использую очень редко. Потому что корейские пенки практически все очень-очень агрессивные. После них ощущение, что просто с кожи снят весь нужный защитный слой, кожа становится суше. Даже если у вас кожа нормальная, она сама со всем справляется, вы все равно можете своей коже навредить, если будете избыточно ее очищать. Сейчас очень много хороших средств, которые вам и умыться позволят. И сохранить то, что на вашей коже должно быть. Я люблю периодически использовать вот этот Доктор Джарт умывашечку. И это пенка. С пенками что я делаю? Все корейские пенки, они должны быть сначала вспенены. То есть вот эти средства. Если они уже не идут в упаковке, которая выдает вам сразу пену, то вы сначала очень хорошо вот так вот делаете. На важных руках. Я действительно, допустим, секунд 5-10 вот так вот делаю. После того, как я увидела пенку, только после этого я наношу это на лицо. На лице это вспенивать не нужно. Это примерно как вот средство для мытья посуды. Оно будет жутко концентрированным. Когда вы наносите его на губку, вы уже моете все это пеной. И этой пены хватает надолго. То есть здесь точно такой же принцип. Обязательно нужно вспенивать, иначе это будет еще более активным, чем вы в итоге с пенкой получаете. При том, что здесь написано, что это pH нейтральное, что это балансирующее, что это гели, пенка. Нет. То, чем можно смыть со своего лица такое жирненькое масло, это уже не очень хорошо для ухода. Поэтому я это использую периодически. Если я это использую не каждый день, то с моей кожей все ок. Вот эта пеночка от Аморовицы, просто вот эта Cleansing Foam классическая, стоит у меня только для момента, когда мне нужно смыть масло. Просто так я этим не умываюсь. Это просто смывает все, это подсушивает кожу, это нам не нужно. Если у вас кожа жирная, даже в этом случае, пожалуйста, не используйте вот такие вот доскрипоотмывающие средства слишком часто. Вообще, если вот вы за это все переживаете, ну, миксуйте какие-то разные типы средств. Я вам очень сильно рекомендую обратить внимание на средства с кислотами и средства с энзимами для умывания. У меня есть отдельное видео, там 4 средства, вот эти, по-моему, 2 там тоже фигурируют. И там о них очень подробно. Во-первых, это Dr. Levi. Это может быть маской, это может быть таким легким скрабиком-экспилятором и это может быть вот как раз таким легким кремиком для умывания в зависимости от того, наносите вы это на сухую кожу либо на влажную и сколько там вы держите. Очень неплохая штука, многофункциональная. Здесь у нас Альфа-Эйч с гликолевой кислотой. Наносим это как второй, так уже после очищения, на сухую кожу, потом вспениваем и смываем. То есть это кислоты, которые не вмешиваются в ваш другой уход, но тоже дополнительное отшелушивание. Достаточно активное средство, между прочим, то есть аккуратненько, тоже не каждый день. Так, я отдельно хочу еще рассказать про ки-цемервил, но тут еще есть ряд средств. У меня тут все лежит, я пытаюсь понять, в каком порядке лучше об этом рассказать. Мы заговорили с вами про кислоты, да? Тогда давайте с ними закончим. Вот это Айч и Би-Эйчей, тоже такой легкий, слегка кремовый гель для умывания. Он будет не как гель, скорее как крем. Он тоже очень классный, хорошо удаляет загрязнение. Второй этап. И если вы используете кремы, гелия, что-то там для умывания с кислотами и с энзимами, пожалуйста, хотя бы 15 секунд подержите их на лице. На некоторых упаковках прямо-таки написано, сколько их нужно держать. У Кейт Семервилл есть еще одно средство, я его сейчас не взяла, почему-то не нашла. И там вот написано, что нужно держать 30 секунд. То есть вы наносите на влажную кожу, так вспениваете, слегка легкие массажные движения, там пенки уже никакой не будет. Все современные эти средства, они уже давно не пенятся, как мыло. Про Кейт Семервилл, значит, имеем в виду вот эти два средства. Есть еще одно, тоже уже много раз показывала. В пустых банках тоже бывало, но не раз. Ежедневная у Ваникс Фоликейт, вот эта еженедельная. Еженедельная. Я здесь немножко могу показать, потому что это любопытно. Она такая зеленая штука. Все остальное было либо прозрачным, либо белым, там неинтересно. Вот это мы наносим на влажную кожу, оставляем на какое-то время. Сразу запах пошел. И от одной до двух минут, раз или два в неделю, в зависимости от вашего типа кожи, очень хорошо работает. Но есть также еще ежедневная штука, тоже такого зеленоватого оттенка, но это именно как крем. Тоже отлично. И я это очень рекомендую. Вообще вот весь бренд для тех, у кого кожа и прыщи, и морщины. Мы выяснили, что есть такой запрос. И вот все их серии от воспалений, они точно так же будут очень нежными. И содержать еще ингредиенты, которые также, как антиэйдж, работают в некоторой степени. Там тот же ретинол, например. И формулы будут нежные, не будет убирать все лишнее. Когда у вас и прыщи, и морщины, вам нужно и того, и другого, можно без хлеба. Вот это специальный Эрадикейт серия Daily Foaming Cleanser. Тоже мне очень нравится, с удовольствием использую. Но я стараюсь его использовать тогда, когда у меня действительно кожа на более жирной стороне, когда какие-то проблемки есть. Обычно, то, что я могла каждый день использовать, вообще не париться, это вот с этой скину. Здесь был 15 мл. У меня осталось еще, наверное, тут на пару применений. Стабильное, нормальное средство. Вот оно ничего особенного не делает, но оно лишнего не смывает. Ну и ухода какого-то особенного тоже не делает. Ну, мне понравилось вот тем, что оно базовое, никаких проблем не доставляет. Просто мне кажется, что при их ценах вот такое вот окей, это не совсем то, на что мы рассчитываем. Можно найти что-то подобное в других каких-то брендах. Вот из последних моих приобретений это классный энзимный гель от Mario Badesco. Это вот, кстати, может быть применено каждый день. И у меня это сейчас стоит в ванной. Каждое утро я умываюсь. С этой дейскин у меня вот заканчивается. И я смотрю в зависимости от состояния кожи и какой уход у меня был до этого. То есть нужно ли мне смывать что-то масляное или нет утром. Иногда вечером очень люблю. Здесь энзимный гель, он очень хорошо очищает и не смывает ничего лишнего. Говоря вот об этом типе средств, просто обратите внимание, что они существуют, неплохо работают. Вот это бренд Indili. Вроде бы стоило от него ожидать что-то хорошего. Мне средство не очень понравилось. Несмотря на то, что оно должно быть таким успокаивающим, слегка питающим, здесь просто прозрачный гель и он смывает больше, чем нужно. Вот просто тоже имейте это в виду. Самое отвратительное средство для умывания, которое я за последнее время встречала, это был Origins. Я о нем отдельно говорила. Вот Origins. Будьте осторожны. Он вообще просто смывает все. Я его для кроссовок оставила в итоге. Вот прозрачный гель. Понятно, что мы наносим воду и смываем. Смывает больше, чем мне бы хотелось. Я допользовалась, но, ну как допользовалась, здесь еще сколько-то осталось, немножечко. Просто я использовала это в разные моменты моей жизни и могу сказать, что когда кожа чуть более чувствительная, это прям серьезно заметно в плане сухости. Если кожа нормальная, она в состоянии перенести там одно, два, три умывания с каким-то агрессивным средством. То есть вы тоже должны понимать, что вот это раздражение, оно накапливается. Если с кожей все в порядке и вы умываетесь два-три дня этим средством, а потом вдруг какой-то крем попробовали и о май гад, какие проблемы. А все проблемы начались еще три дня назад. То есть уход начинается с очищения и это важно. Это первый этап ухода. И здесь у вас достаточно большой выбор. Вот такой еще был пробничек у меня от Кора. Крем Клензер для сухой кожи. Мне очень понравился. Это такой кремогель. Видите, наносится как крем. Крем очень нежно. Несмотря на то, что выглядит как крем, смывается отлично. Я бы покупать полноразмер не стала, потому что у меня такого запроса на поиск новых средств для умывания его просто нет. Но я отмечу вот это средство как очень-очень неплохое из того, что я пробовала за последнее время. Также любопытная штука вот такая. Вот это вообще взбитый такой крем, который превращается в глину и он с пробиотиками. То есть мы на какое-то время его оставляем на коже. Очень любопытная штука от Элизабет Арден. Здесь надо поосторожнее тем, у кого суперчувствительная такая кожа. Но это очень хорошее умывание и дополнительный уход. Потому что мы все-таки его на одну минуту оставляем на коже. Это чуть поработало. Ну, для тех, у кого какой-то дискомфорт начался раньше, подсушивание началось раньше, вы это убираете пораньше. Если вы заметили, я все это убираю одной вот этой вот плюшевой штучкой, вот этим диском. Они, конечно, очень удобные. Если вы и так используете фатные диски, то почему бы не взять такой, там, упаковки три штуки, вы их просто стираете. Меня не напрягает стирать каждый раз просто мыло. После каждого использования и к следующему использованию это уже готово. Тут, на самом деле, большинство гелей, они не требуют какого-то еще дополнительного девайса, ни ватки, ни в чем. Но для век, конечно, бывает нужно. Это уже показываю. Здесь написано пор минимайзинг, лензер, бренд, вен эффект. Мне очень понравился тоже вот этот вот пробничек. Это гель. Я думала, ну окей, да, у вас тут пор минимайзинг, значит, наверняка это будет высушивать кожу. Нет, совершенно отличный гель. Вот тоже отмечу из последнего. Хорошо пенится, отлично все очищает, с легкостью смывает все лишнее. То, что мне очень понравилось, вот бренд Суперреалист мне в какой-то британской коробке приходило, и он был настолько классный с гиалуроновой кислотой. Это просто гель, я отдала его мужу. То есть, это то, чем очень легко и просто пользоваться. Мальчик-то, девочка. В общем, я стараюсь своему мужу дать такие средства, которые не будут вызывать у него отторжение, что-то слишком долго намыливать, что как-то тяжело открывать. Вот это было очень хорошо и не смывало ничего лишнего с кожи, потому что вот есть эти средства типа Мэн Ю, такие концентрированные и вроде как уход для мужчин. вот когда у меня муж начал пользоваться тем средством, кожа сразу же моментально, буквально за несколько дней стала более сухая. То есть, сдаёт просто невероятно и всего лишь из-за того, что другое было средство для умывания. Хотя уход остался точно такой же. Так, у меня здесь в принципе осталось только три штучки и это не всё в общем из того, что у меня есть, но это вот все типы основные тех средств, которые я использую. Отдельно отмечу вот этот вот гаммаж и тогда я утром его использую для умывания. Здесь будет крем с такими небольшими частичками. Он и как средство для умывания идёт и как скраб. То есть, здесь я тоже хочу отметить, что есть некоторые скрабы, которые я использую для умывания утром. Утром нам не нужно два этапа. Два этапа я использую вечером. Это тоже в принципе логично, даже если вы не используете там ни макияж, ни сэнскрин, вечером умыться, потому что мы вечером снимаем всё, что осело на кожу, всё, что кожа сама выработала и весь этот микс лучше смыть вечером, потому что ночью мы всё-таки, кроме как с подушкой, особенно ни с чем не контактируем. Подушку тоже, конечно, желательно там на оболочку хотя бы раз в два-три дня менять. Так это заметки на полях. Тем не менее, вечером двойное умывание имеет больше смысла, чем с утра. Но если кожа очень жирная и грязная, не отказывайте себе. Умывайте чем-то гидрофильным и с утра. Но гидрофильное масло желательно потом гидрофильный бальсам смыть чем-то ещё дополнительно. Не знаю, стоит ли снова идти вот в эту историю про вот эти бальзамы, когда кожа очень сухая, и что если он у вас остался на коже, не так уж это и страшно. Просто стоит подчеркнуть, что есть индивидуальные моменты во всём. И вы должны экспериментировать, как вам будет комфортнее. Если была бы возможность сказать всем, делайте вот так, то у нас вот это всё разнообразие, оно бы исчезло. Все бы остановились на том, что идеально работает. И последний тип средств для умывания, о которых сегодня скажу, это вот такие вот энзимные пудры для умывания. Дермологика, у них есть белые пудры, есть пудры такие тёмные с углём, пробовала я одну и другую, просто вот белая пудра. Мы добавляем немножко воды и размешиваем. У нас появляется вот такая вот совершенно не пенка, то есть это не мыльная, это именно порошок растворённый. У нас будет немножко здесь отшелушивание за счёт того, что продукт с частичками такой пудровый, плюс будет такое подсушивание, потому что пудра вбирает в себя часто рисовые пудры, там есть особенно в корейских средствах, убирает в себя жир. И есть ощущение отполированности. Когда я только начала использовать, мне так показалось, что это так здорово, каждый день используешь, как-то кожа более отполированная. Нет, я считаю, что вот на сегодняшний день, когда уже пару лет я с такими средствами провела, может быть, даже больше, это очень такая разовая история. То есть, может быть, раз в недельку, два раза в недельку, когда вы чувствуете, что кожа нужно больше, в плане очищения может и жирность как-то убрать, и отшелушивание легкое, может быть, как-то дополнительно еще вечерний уход смыть. У меня это стоит в душе, это очень удобно использовать. Так вот на ладошку, в душе моешься и умываешься. Можно на декольте точно так же распространить. Поэтому эта упаковка, конечно, вечная, она никогда не протухнет здесь, потому что сухой продукт. И в целом, такие средства имеют место быть, они классные, они работают, но не используйте их, пожалуйста, каждый день. Вот даже если у вас кожа жирная и вы прям чувствуете, что это классно-классно-классно, вот через недельку сделайте, пожалуйста, паузу и поменяйте на что-то другое, а потом можете снова возвращаться к этому средству. Единственное, что бы я сказала относительно вот такого типа средств. Это все на сегодня. Я благодарю за то, что вы были со мной. Видео и так получилось длинным. Помним о том, что все сложное, оно имеет свойство заканчиваться, жизнь налаживается, все встает на круге своя, у нас с вами есть будущее, мы с вами к нему готовимся. Даже если есть какие-то временные ограничения и трудности, будущее у вас есть и все в нем будет хорошо. Вам просто в некоторые моменты жизни нужно будет перегруппироваться, что-то пересмотреть и двигаться дальше. Будьте разумными и мы с вами за этим увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok